Всем привет дорогие друзья, вы на канале AlexPlay и это видео по игре Евротрак Симулятор 2. Я продолжаю перегонять машины с Европы в Украину и в этом видео у меня будет Opel Astra K. Это пятое поколение, пока что последнее. Пятидверный хитчбэк, 16-й год выпуска, двигатель 1.6, дизель, турбодизель, 160 лошадиных сил. В общем, если что, ссылка находится в описании на данный мод, вы можете скачать его и также поездить на нем. Конечно, если посмотреть на сам мод в игре, то в принципе текстурки желают, видите, ну желают, конечно, лучшего. Вот, видим, какие текстуры у нас, да, не самого лучшего качества, да. То есть, как-то так у нас и потолок выглядит. Эх, ну в принципе, как-то так. Ну что ж, ладно. Значит, мы его будем, ну мы сейчас в Луцк с вами поедем. Для этого мы сейчас так, ну мы сейчас чуть другой дорогой поедем, потому что там перекрыто, там пока что перекрыто. Мы с вами поедем по окружной, а потом заедем через северную часть, в общем говоря. Так, ну в принципе, я уже завелся. Давайте немножко погазую, как оно работает у нас. Ну, как-то так. Ну что, будем потихонечку выезжать. Значит, руль у нас, к сожалению, здесь не регулируется. Хотел его поднять чуть повыше, чтобы было видно стрелки тахометра, спидометра. Но у нас это все дело не работает, к сожалению. Поэтому я чуть-чуть ниже присел. В принципе, нормально так. По зеркалам, ну, видим, что зеркала у нас работают в исправном состоянии. Все, как левая, так как и правая. Все хорошо отображает. Центральное зеркало у нас тоже более-менее как-то отображает. Ну, в принципе, все у нас. Здесь вопросов как бы нет. Конечно, с текстурами, да, большая беда, к сожалению. Но это игра такая, блин. Тут все моды такие. Тут вы ничего не можете поделать. Тут найти мод высококачественный просто крайняя редкость. Поэтому приходится играть на таких вот турецких, ну, скажем так, турецких производителях. По-другому никак. На основном машина кочки вот так отрабатывает. Аккуратненько. Я покажу, как подвеска работает. Вот так она работает. Такое ощущение, будто, вмятина там, да. Такое ощущение, будто, смотрите, на заднюю, на заднюю дверь. Левую, да. И смотрите, ощущение, будто там. Ну, это эффект такой просто. Это металлик у нас. Серебристый металлик. Поэтому, может быть, такой эффект отдаёт. Так, у нас круговое движение. А нам необходимо прямо. Так, это, значит, второй съезд. Тут аккуратненько поверку. Будем двигаться. Проехали мы круг. Ну, давайте попробуем газу поддать, что ли. На этом мы проезжаем сейчас окружную Луцка. Вот у нас эпицентры. Так, здесь мы особо не погоняем. Не, на машинку можно сейчас попробовать разогнать. Ну, блин, конечно, обгон на перекрёстках запрещен. Или что там у нас было? Ну, то, наверное, не перекрёсток был. То светофор с прилегающей. Ну, какая разница? Запрещено. Ну, в принципе, смотрите. Мы его разогнали, так нормально. И это мы ещё шестую не втыкнули. Сколько там? 140, да? Больше нет. Ну, сейчас... Шестую передачу я не буду пробовать втыкивать. Потому что, ну, на такой скорости я с десятого раза её втыкну. И то, видите, вот тут у нас бусик едет. Да, ну, машинка едет. Если закрыть на глаза найти текстуры, то можно кататься. Смело кататься, включать музыку и путешествовать. Кто там как хочет это дело делать. Так, здесь надо их как-то вот так. Всех по очереди. Всё, есть, готово. Итак, и у нас развязка, и нам необходимо уходить. По-моему, направо нам надо. Да, да, здесь только направо. Здесь нельзя налево. Ну, просто не тот перехрёстный, не та развязка, не тот перехрёсток, да. Вот, смотрите, здесь я ещё не был, кстати говоря. Видите, у меня тут серый участок, серые дороги. Сейчас это всё исправится. Сейчас у нас это всё станет жёлтым. Что очень хорошо. Машина работает ровно. Так вот, интересно как-то. А, я понял. Это туда и сюда. Там стоп, здесь просто уступить дорогу. Всё, ну вот, снова мы пробуем. Давайте попробуем разогнаться. Ну, в принципе, та же самая скорость будет, чтобы что. Ну вот, 120 уже есть. Нормально вообще. Так, ладно. Про четвёртую пока забудем. Включим пятую. Так, всё, полетали мы. Ладно, хорошо. Ну, в принципе, эта машина больше не выжмёт. То есть, 160, может, там потолок 180 будет, там, от силы, если попробовать. Но я сомневаюсь, что она поедет с такой скоростью. 200 даже вообще я молчу. Так, это нас третья. Ну, всё, здесь мы уже не полетаем. Здесь мы уже не полетаем, к сожалению. Так, нам остаётся ехать. Там буквально пару километров. Наверное, до ближайшей заправки доедем, а там уже будем смотреть. Так, здесь что? Так, надо уступить дорогу этим. Понятно. Но всё равно. Надо всё время смотреть. Надо всё время. Вот если он на кругу, то значит, надо ждать. Если ты видишь, что он съезжает, ну, можешь потихонечку выезжать. А потом, может, он передумает. Ой, блин, мне ж не туда. Мне надо прямо. А потом ты будешь виноват. Так, осталось. Ну, это Луцк уже. Это у нас Луцк. Ну, это не самый центр, это окраина города. Ну, как и, в принципе, здесь любые города. Окраина, то есть, центра нет как такового. Потому что высокая нагрузка на комп будет. Там комп задохнётся просто. Игра не выдержит. Это не та игра. Ну, здесь, вон, смотрите, вот. Как-то так всё построено. Ну, кто живёт в Луцке, тот, может, узнает все места. Так, у нас что-то там. А, то субпорта видны. Не белого цвета просто у нас, да. Ага. Пятиэтажки. А, это четырёхэтажки. Блин, что это за автобус такой ездит? Откуда он взялся? Может, это Иберия, реально? Иберийский, может, какой-то. Просто это, ну, я же говорю, у меня джазик от трафик легковой. Автобус, чтоб от него был. Ну, это, скорее всего, от самой игры уже автобус. Может, от Иберия, скорее всего. Да, еду, еду, блин. У меня же тут вторая передача, блин, с этим грёбаным шифтером к этому рулю. Так. Уже и вторая не втыкается иногда. Скоро вообще тогда идёт всё дело до третьей. Скоро буду только ездить на третьей и четвертой передаче. Ну, и на пятой ещё там. То есть, первую, ну, то есть, вторую ещё можно как-то включить. Первую там с очень большим трудом. Задняя передача тоже с большим трудом втыкается. Шестая. Ну, в общем, как-то так. Так, повернём мы сюда. Так, значит, там у нас гараж. Ну, да, мы сейчас вот такой маленький круг. Да, до первой заправки сейчас доедем. Там, собственно говоря, остановимся через такую вот уличку мы сейчас проезжаем. Школа 17. Гефест какой-то. Вот она, 17-я школа. Так, и нам сюда надо налево. Так, и нам налево надо поворачивать. Хорошо. Так, 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 так. Ну что, погнали. О, вторая спокойно включилась. Смотрите, тут тоже без проблем у нас пока включается. Троллейбусные провода... Линии. Провода, да. Пятиэтажки такие. Балкончики. Светофор не работает. Улица Ровненская. Проспект Возрождения. Там у нас что-то тоже находится. А, там у нас тоже компания. Я там тоже когда-то был. Эх, блин, когда... Да, ну это мечты. Так, там у нас тоже справа компания. Салон Мерседес. Карта Украины, если что. Ссылка находится в описании под этим видео. Так, впереди что-то у нас вырисовывается. Какая-то заправка. Вот нам надо вот туда заехать. А, вот эта заправка, да. Заправка ОКО. Да, ну это еще старый такой формат. То есть нет этой Стеллы. Кстати, почему-то нет Стеллы. Я не знаю почему. Нам вот сюда и заехать надо. Да, пожалуй. Остановимся где-нибудь здесь. Вот так вот. Чуть вперед можно проехать. Все, пожалуй, хватит. Так, ну что, ребят. В общем... В общем, как-то так прошло это все дело. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте под это видео лайк. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ну, буду что-то сотреть. Еще, может, что-то буду перегонять. Если что-то... Если что-то найду, тоже такое интересное. Все, ребят. Всем желаю счастья, здоровья, удачи. И всем давайте пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok